Нечистые на руку дельцы пытаются нажиться на подвиги военных, которые борются с терроризмом. В интернете начали торговать медалями. Они выглядят точь-в-точь, как те, что вручают участникам операции в Сирии. Кто стоит за подобным бизнесом, разбирался Олег Барышев. Награда не за подвиги, а за деньги. Интернет-магазины вручают медали участнику военной операции в Сирии любому желающему. К примеру, нам продали всего за тысячу рублей. А вы медаль туда принесли? Ага, это я у вас заказывал. Чтобы стать обладателем вот такой награды, оказывается, не нужно рисковать жизнью. Достаточно просто заполнить интернет-заявку. Вся страна с трепетом следила за новостями с Ближнего Востока. Для кого-то миссия российских военных и еще один способ подзаработать. Михаила Порещенкова в ближайшее время тоже наградят такую медаль, только настоящая. Актер ездил в Сирию, чтобы поддержать соотечественников. Ордена и медали. Люди совершали какие-то поступки. И было бы некрасиво просто по отношению к этим людям принижать достоинства этих наград. А ведут себя интернет-продавцы, будто сотрудники спецслужб. Потенциальному покупателю звонят с разных телефонных номеров и до последнего не сообщают точный адрес встречи. Успешное прохождение всех процедур конспирации и курьер передает медаль. Медаль действительно выглядит как настоящая. К ней прилагается вот такое удостоверение. Заметьте, с гербом Министерства обороны и незаполненными полями сюда можно вписать дату, воинское звание и имя награжденного. Откуда же у коммерсантов появились ведомственные награды Министерства обороны? Выходит, либо продавцы достигли совершенства в чеканке медали, либо на заводе изготовителя перевыполнили заказ. Управление наград Министерства, главное управление кадров Министерства обороны, оно не является исключением. Там все под контролем, все подлежит записи в электронной базе. Полагаю, что утечки могут быть с предприятия изготовителей. Обычно награды Министерства обороны заказывают у крупного предприятия с приличной репутацией. Мы связались с изготовителем. На заводе объяснили, не все те медали, что блестят. Точнее, настоящие и вовсе черненые. К тому же с фирменным знаком. И у нас была отличительная особенность. То есть на оборотной стороне медали, на реверсе, там стоит наше клеймо МШ. А чуть раньше военное ведомство объяснило, подделку от оригинала отличает не только внешний вид. Главное, это документы Минобороны с официальной печатью. Вместе с медалью вручается удостоверение установленного образца, в котором указывается фамилия, имя и отчество награждаемого. И в обязательном порядке номер и дата приказа о его награждении. Коробка с гербом и, конечно, все нужные документы популярного актера Сергея Маховикова есть. Артист отправился в Сирию с концертов для летчиков и пехотинцев сразу после пресловутого турецкого удара в спину. А теперь ряженые люди, которые любят носить и выдавать подделку за оригинал, могут купить боевую награду и бравировать просто так, где угодно. Слишком много людей пользуются этим, недобросовестных. От больших чиновников, которые, так сказать, надевают награды, до каких-то нищих всяких, которые ходят, поют, там прикрываются своей нищетой, надевают боевые награды, что вот они прошли войну, слезу, чтобы вышибить. Ну, мошенники чистой воды. Кстати, в интернет-магазинах уверяют, таких медалей у них очень много. Хоть на роту ряженых, хоть на батальон. К тому же скандал вокруг медали только подогреют. К ним интересно, станут ли коммерсанты соблюдать этические нормы, когда продажа идет так хорошо. Олег Барышев, Регина Ким, Виктор Музалевский, Андрей Марков, РЕН-ТВ.